Привет, мои любимые! Сегодня я хочу вам снять видео о том, как я провожу свое утро. Я буду делать это неконвенциональным образом, так как я думала вам снять. Я просыпаюсь, иду, мою малючика, готовлю себе салатик, яичницу, но это так банально и мне надоели такие видео. Потому что на самом деле люди встают утром, идут, моют лицо, одеваются и выпрыгивают из квартиры. Поверьте мне, так что я вам сниму мое настоящее утречко. Продолжайте смотреть, если вам это интересно. Это мои волгенные кухоньки. И все, мы готовы. Сегодня у меня свободный день, я не работаю, но мне надо учиться к экзамену. В общем, что я делаю в мои свободные дни? Я редко кушаю дома завтрак. Я дома нередко делаю обиды, и тогда мы кушаем вместе, я и парельщик. Но и каждое утро парель не дома, потому что на работе. Поэтому я не люблю кушать одна. И я просто иду сейчас к нему в ресторан. Я принесу нам кофе, потому что в ресторане к нему не делают кофе. Сейчас находимся возле фурасончиков. Я хотела вам сказать, что для меня выбирать, покупать кофе, это не очень легкое дело. Потому что я очень люблю кофе, и поэтому я ненавижу. Мне может просто использовать деньги, потому что мне сжигают мое молоко. Или кофе невкусное. И поэтому я не везде могу купить кофе. Есть несколько ресторанов, что я уже стерла из моей жизни. Вот это кофе просто. Или оно само невкусное, эти зернышки, или они не знают делать молоко. Не умеют. Поэтому я делаю так. Покупаю курасончики и булочки тут. В этой пекарне очень хорошей. А кофе в другом месте. Где бы я ни была, со мной всегда начинают говорить. И сегодняшняя тема. Украина это Россия. Там же говорят по-русски, значит это Россия. Я сказала, что моя мама из Украины. Так они сказали, ну ты же знаешь украинский слов нет. А они сказали, ну значит ты. Значит ты русская, а не украинская. Правда, это не важно. Уяснить. Я знаю, что у меня есть корни в России и в Украине. И вега, мои корни человеческие. Так что. Максима? Да. Но я люблю. Он сказал, что я милая. Я ему сказала спасибо, потому что я любезный человек. В общем, он сказал, если я уроню камеру, это мой конец. Я пыталась вам что-то сказать, я не могу. В общем, я ему объяснила, что моя мама переехала, когда еще в Советский Союз был, в Россию. В Сибирь, перед тем, как я родилась. И когда был Советский Союз, я так думаю, я правда это не знаю точно. Но я ему сказала, что когда был Советский Союз, что в Украине говорили русский и даже учили в школе. Но сегодня я была в Украине 4 месяца назад. И... Он с украиной на самом деле. Спасибо. Она сидела в машине, когда ее... Она с украиной. Горги. Нет. Горги. Горги. Я не могу. Она сказала, что она с украиной. Спасибо. Это понятно. Такими миллионами. Но она не может быть. Может быть. Он сказал, что я красивая, спросила, если я модель, я сказала, нет, он сказал, ну, правда, ты модель, я сказала, ну, ладно, может, в будущем. Шутка. В общем, когда я была в Украине, я пыталась, я там гуляла одна, потому что, знаете, я там была только в 4-5-6 лет, где-то в последний раз в 6 лет, я не могу одна по улице ходить и знать вещи. Так я ходила, я спрашивала людей, как я туда дохожу, как туда, как туда, и почти каждый, 99% из людей отвечали мне на украинском. Я не знаю, что это правильно или нет, что я думаю, потому что я была маленькая, но я думаю, что когда мне было 6 лет, больше людей там говорили на русском. Я думаю, что после Советского Союза это все случилось. Не знаю, может быть, это неправда, но расскажите мне, если вы знаете что-то, но я могу посвязать моей мамой. Я уже была в ресторане моего любимого барельчика, и я только там оставила наши круассончики, круассончики, круассанчики. И я иду покупать кофе. Сейчас я иду покупать кофе вместе, которое называется Гала. Да, наверное, от слова... В общем, я иду туда, это я уже тут, люди на меня смотрят. Я туда иду, потому что в прошлый раз я просто, это самая близкая к ресторану Бареля, и в прошлый раз я пришла к ним и сказала, у вас есть тут кофе, но что-то мороженое. И я думаю, что люди, которые продают мороженое, они непрофессионалы в кофе. Я спросила им, если они готовят кофе, а они сказали, да. Я сказала, ну, хорошее кофе такое, с хорошим молочком. Они сказали, да. Я попросила кофе на сои, молоко, потому что я пью соя. И я боялась, что это будет невкусно, но это было самое вкусное кофе, что я пила в жизни. Поэтому я сюда возвращаюсь. Я не знаю, как говорить это слово на русском. На евре это называется рифовген. Я перебеду и напишу вам это. Но это очень важно рифовген. Всяким бизнесом или людям. Людям, людям. Это то, что они делают, если они это хорошо делают. Поэтому я это сделала в Топ-кафе. Там, где мороженое. Потому что я искала, что... То, что я вам сказала, что я не купила сексуально. Нет, не купила. Если покупать там кофе, потому что это мороженое. И я убедилась, что это самая вкусная кофе, что я пила. Да, и еще просто разом не спросили, если я хочу, чтобы они мне... ...разбешали сахар. Поставили мне сахар и разбешали. Это просто самый лучший сезон, что я получила в мире. Сегодня еще нас спросили, что я хочу поставить сюда корицу. В общем, я обожаю это место. Я туда вернусь еще и еще. Если вы хотите, чтобы вас бить. Ваш бизнес был успешен. Делайте эти вещи. Дайте хорошие сервисы, друзья. Ребята, это мой лимузин. Ребята, вы, наверное, спрашиваете меня, почему я сижу на моем лимузине. Потому что я наконец-то сдала мою комнату в университете, в общежитии. Наконец-то я нашла кто-то, кто поменяет меня. Я перестану платить лишние деньги за дом, в котором я не живу. Так что я и Геора сейчас едем туда, чтобы он меня исправил из этой комнаты. Ребята, я вам уже говорила про вот этот вот river, речка. Yomko называется. И я ее обожаю. Я всегда тут проезжаю, когда я еду в университет или обратно. И сейчас я возвращаюсь с моих общежитий. Если вы не смотрели мои прошлые влоги, или вы пропустили, вы не знаете, что я уже 4 месяца не живу там. Потому что я живу в другом месте. И я все равно была вынуждена платить за это, потому что у меня был контракт. Я должна была найти кого-то, кто меня сможет переменить там. И вот я нашла, наконец-то. Только что мы заключили контракт, она заключила, я порвала, или как-то говорят. И все, я такая ласточка, свободная. Все, я свободный человек. Пока, Шерри, Рисон, я тебе больше не буду давать денежки. Все, идемте домой. Все, мое утро закончилось. Я уже в своей кровати, но еще не ночь. Пока что еще 4 дня. 4 часа дня. Но я надеюсь, вам было интересно быть со мной этим утром. И все, спасибо, что вы смотрели. Подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. И не забудьте ставить палец вверх. Пока.